Именно сегодня ООН опубликовала доклад о ситуации с правами человека на Украине. Ситуацию в нем, Россию, простите, в нем уличают в пропаганде ненависти и махинациях с референдумов в Крыму. Комиссию ООН также опровергает один из главных доводов Москвы. Эксперты не нашли доказательств того, что в Крыму нарушались права национальных меньшинств, в том числе этнических русских. С основными положениями доклада ознакомился Евгений Маслов, он сейчас присоединяется ко мне от штаб-квартиры ООН. Женя, какими фактами свои выводы подтверждают члены комиссии? Да, вы знаете, Роман, доклад комиссии ООН это документ на 28 страницах. Нам удалось получить его копию и это по сути отчет, отчет заместителя генерального секретаря Ивана Шимановича и группы инспекторов ООН о поездке в Украину и в Крым. Цель доклада, целью доклада была исследовать, что происходило на Майдане в Киеве и в Крыму, начиная с начала протестных движений в конце прошлого года до 2 апреля включительно. Выгоды доклада действительно фактически опровергают все доводы Москвы по поводу референдумов в Крыму и законности присоединения Крыма к России. Пожалуй, главный вывод это то, как об этом заявляют представители ООН, что доказательств притеснения русскоязычного населения и в Крыму и в восточных регионах Украины нет. Процитирую, что касается Восточной Украины, хотя отдельные нападения на этническую русскую общину происходили, имели место, но они не были ни систематическими, ни повсеместными. И это сегодня, комментируя доклад, подтвердили представители ООН. В докладе подчеркивается, что достоверных доказательств притеснения русскоязычных жителей Украины нет. Напротив, ныне действующие власти Украины делают все возможное для соблюдения прав граждан в своей стране и занимаются подготовкой выборов 25 мая. В докладе также утверждается, что причиной радикализации протестного движения на Майдане стало излишнее применение силы со стороны украинского Беркута. Здесь также содержатся призывы расследовать действия украинских силовиков и наказать тех, кто виновен в гибели людей. Напомню, что с декабря 2013 года по февраль 2014 года в результате протестов в Киеве погиб 121 человек. В большинстве случаев это жертвы избиений. И в этом также в докладе обвиняют подозделение украинского Беркута. В числе главных причин противостояния на Майдане называются и нарушение прав человека со стороны сил охраны правопорядка, отсутствие независимого суда на Украине, а также коррупция в стране, отсутствие системы сдержек и противовесов и свободных выборов. Что касается референдума в Крыму, который Генеральной Ассамблеей ООН был признан нелегитимным, то члены комиссии сомневаются в том, что его результаты действительно отражали мнение большинства крымчан. В частности, в докладе отмечается присутствие в Крыму вооруженных формирований и так называемых групп самообороны без отличительных знаков. Члены комиссии, побывавшие в Крыму 21 и 22 марта, я хочу процитировать, получили много свидетельств о манипулировании голосами во время референдума. В документе также подчеркивается и утверждается, что в референдуме участвовали люди, не имеющие украинского гражданства, а многие при этом голосовали неоднократно. Полномочный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев, комментируя доклад, заявил нам сегодня, что с основными его положениями в Киеве согласны. Он также ответил на наш вопрос о том, чего на Украине сейчас ожидают от российских властей. Перемена начнется только тогда, как я понимаю, когда, первое, парламент России, Дума, сделает обратный ход тому, что они сделали. То есть отзовет свое постановление, разрешающее применение вооруженных сил в отношении Украины, защиты русскоязычного населения, тогда законодательно уже мы будем понимать, что да, Россия возвращается в какое-то правовое русло. И следующее, это когда от границ Украины в соответствии с договором о вооруженных силах в Европе будут отведены войска от границы и прекратится это психологическое давление. Особое внимание в докладе удостоилась и политика российских властей в области СМИ до, во время референдума в Крыму и после него. В частности, утверждается, что с началом Крымского кризиса появились новые ограничения на свободу и доступ к информации. Инспекторы указали на значительный рост пропаганды на российском телевидении, который происходил параллельно с событиями в Крыму. При этом в документе также отмечается факт блокировки трех ведущих российских телеканалов в Киеве и на Украине, начиная с 12 марта. В результате составители доклада подозревают, что жители России, Украины и особенно Крыма являются объектами дезинформации. В докладе обращается внимание украинских властей на необходимость решить проблему со свободным доступом к информации жителей Украины до выборов, намеченных на 25 мая. Я думаю, что доклад и его выводы будут использоваться, разумеется, в качестве аргумента, на переговорах по украинскому вопросу, намеченных в Женеве на четверг. Роман? Евгений, благодарю вас. Мой коллега Евгений Маслов от здания ООН об опубликованном сегодня докладе Организации Объединенных Наций о ситуации с правами человека на Украине.